Бэй, гай, да Здарова, братва, сегодня сниму обзор по своей новой машине и ее аудиосистеме Машина у нас это Mazda 3 2007 года, двигатель 1.6 и коробка автомат Расскажу немного о решениях, которые были приняты при установке аудиосистемы Ну и некоторые мелочи по установке, может кому-то поможет Но давайте переместимся в моторный щит и посмотрим, что установлено там По аудиосистеме могу сказать, что здесь установлен самый простой вариант То есть самый дешевый и доступный генератор, это VPS-253 Установлен он через металлические вот такие вот расставки и подогнан столосы с шайбами В принципе все работает, ремень не живет, все отлично Так, по проводке Здесь протянута одна протяжка 70 квадратов Это у нас сватовская 70-ка От генератора сразу через предохранитель И сразу уходит у нас в багажник Вот у нас минус идет с корпуса И плюс уходит от штатной клеммы Ну от штатного разъема питания В принципе под капотом все Особо тут интересно, больше ничего нету Мгновенно перемещаемся в салон И здесь, что я могу сказать По протяжке проводов под рулевой колонкой водительской Имеется вот такая вот здоровенная пластиковая заглушка Вставка, которую можно просверлить Ну снять ее, просверлить в ней отверстие И загнать провода в салон без проблем Я не знаю, там влезет до трех протяжек 50-ки без проблем, я думаю 70-ка залетела туда как родная Итак, ну давайте дверные карты посмотрим Здесь у нас разместилось 4 16 динамика и 2 рупора Не самые дешевые динамики Да и тем более рупора Так, кто не знает На Мазде карта делится на две части То есть можно нижнюю часть отделить Лепить и уже к штатной части То есть верхняя штатная часть Ручка Стеклоподъемники Открывание дверей И вот эта верхняя ерунда Они у нас абсолютно штатные Уже к ним прикручен изготовленный подиум Так, здесь у нас установлены 4 пары Solo Mini Т-35 и Neo По протяжке акустических проводов в данную дверь Не возникло никаких проблем То есть здесь у нас имеется Вот штатная гофра Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь Была через розетку Поэтому я не стал здесь делать Протаскивать А сделал дополнительную гофру Вот здесь вывел Конусным сверлом просверлил Здесь просверлил Как же я просверлил? Уж не помню А, здесь она уже штатная Есть отверстие Здесь я не сверлил Вот Не знаю, видно будет Здесь у нас имеется штатное отверстие А здесь я уже просверлил Из самой обшивки Изнутри двери И вставил гофру И в провода На данную систему протянуто Два провода 8 гейдж Это получается у нас плюс и минус Все подключено последовательно Ой, все подключено параллельно Все четыре динамика Примерное сопротивление 0,75-0,8 примерно Ну, с проводом даже Возможно 0,9 я не меривал на конечном выходе И так же на рубара Заведен один провод Два с половиной квадрата Прайд То, что касается дверей Так По посадочной глубине Здесь эмеральды Эмеральды и соло мини Влезают в притирочку То есть тока-тока И соответственно При закрывании дверей Вот у нас ручка регулировки сидений Уже получается тока-тока до сетки То есть уже максимум туда не взять Если ставить сюда Динамики более глубокие То уже придется резать Пластик Здесь как такового металла нету То есть здесь идет Кантик пластиковый Который можно в принципе порезать И динамики установить глубже Ну, при необходимости Так, это что касается дверей Далее переходим у нас В салон Здесь у нас имеется уже регулятор Выносной регулятор для ВПС С повышением С повышением вольтажа Это обязательно для ВПС Две вещи Запомните, что нужно для ВПС Для покупки ВПС Это уменьшенный шкив Максимальный на ВПС Я запехивал 46 мм А стандартный обычно делают 48 мм Итак, перейдем вообще к салону В принципе у Мазды салон такой неплохой Большой Можно вмещаться Сидеть удобно Приятно Тем более тачка, когда на автомате Это в два раза приятнее То есть Не отвлекаешься ни на какую ерунду Тебя всегда Ну, воткнута Да и ты поехал Газ, тормоз, газ, тормоз Приятно для тех, кто Для меломанов очень Для меломанов это будет Очень, не знаю Что нужно для того, чтобы ездить и кайфовать Первое, это автомат И второе, это летит и тонат Так, ну по эргономике Здесь у нас имеется бортовой компьютер Который из-за подключения Не штатной магнитолы То есть Двухгиновой китайской какой-то башки Хотя она куплена за 25 тысяч с навигацией Кстати она даже с навигацией Давайте пока включим ее Так, из-за этого иногда бывает моросит У нас бортовой компьютер Не знаю почему Короче у них есть такое При подключении по коншине Он иногда моросит Так, про выносной регулятор Сказал Про протяжку проводов Под рулевой колонкой Сказал Так По Вообще изначально Хозяин хотел избавиться от нее Предыдущий хозяин Которого я ее купил Эту тачку собирал Получается я Он хотел избавиться от этой башки То есть я ему посоветовал Что нужно поставить Какую-нибудь процессорную Рассматривали Alpine Либо Pioneer Двухгиновый С процессором Я от этой идеи его отговорил Я от этой идеи его отговорил И предложил ему оставить Штатную башку Как она есть А вторую аудиосистему Разместить у нас В подстаканнике То есть основная Аудиосистема у нас получается Вот здесь вот Через мофон рулится А уже Оставшаяся штатка У нас идет Через Данную магнитолу Получается здесь Две аудиосистемы И штатная И дополнительная Ну включаем пока навигацию Посмотрим как она Себе покажет В принципе она работает Без проблем Единственное что вот этот Navitel пока зайдет Что то с этими всякими Всякой ерундой Но эта башка я скажу Что не знаю Если покупать ее с Китая Рублей за 10 За 15 То она Не знаю Рядом не стоял Ни один из этих Ни один из пионеров Здесь полная всеядность Короче вот нашел документы Бардачки Так магнитола Это у нас Карфи Ну или я так понимаю Так номер Так ну и для тех Кто не верит Что она стоит 25 тысяч 25 500 Куплено Куплено даже в 13 году Нифига себе Магнитола Это у нас Старичок И полторы Тысячи Еще и Wi-Fi Модуль USB У нас За полторашку То есть Получается у нас 26 27 тысяч Магнитола Вышло человеку В те времена Так ну в принципе Он находит нас Примерно правильно Только я не на дороге Стою А чуть дальше Скорее всего Надо просто поехать И он Определит точное Местоположение Я думаю Более не буду останавливаться На данной магнитоле Так как у нас Обзор Аудиосистемы А не навигации Так что давайте Перейдем Непосредственно К сердцу Аудиосистемы Это магнитола Пионер С510 Пришел на замену 580 На меня был 580 Ну то есть Он даже есть И вот 500 По косякам По плюсам По плюсам Теперь Так 580 Тоже флаг читал Так По плюсам По плюсам То что магнитола Короткая Ну не знаю Ну еще Плюшки добавили В приложении Больше я Плюсов Не знаю Не могу сказать Ну из косяков То что Бывает Слетают Настройки Магнитола Не знаю почему Так как она Подключена Напрямую Тут даже В принципе Не через ЭЦ А чисто Напрямую Подается плюс Она в принципе Всегда Включается Даже на заглушенном Моторе Так Также присутствует Минимальный фон Я не знаю Слышно Вам не слышно Имеется Минимальный фон Тачка заведена Не знаю Как показать Ну обороты Где-то там Я на них Не смотрю Так как автомат ПГБ Подсветка Ну ничего Ничего нового Короче Тот же 580 Единственный Большой плюс То что Он теперь Короткий Если 580 Был здоровый Как обычные Магнитолы Как дисковые Магнитолы Хотя там Нет диска Здесь тоже Нет диска Но она сделана Уже короткая Это не красавцы Так И по установке Ее в подстаканнике Подсмотрел На драйве У человека Который устанавливал В подстаканнике Магнитолу Попытался Установить так Но ничего не получилось А потом оказалось Что там была Мазда шестерка В шестерке Можно Подпилить И установить Ее сюда В данном случае Здесь такого Не получится Здесь у нас Короче Начинаешь Подпиливать И уже Когда магнитола В принципе Входит Уже Не в чего Ее вставлять Так как Уже все Выпилено Поэтому Было принято Решение Было принято Решение Вернуть Крышку Подстаканника Завалить Ее стекломатом Сверху Установить Подиум Небольшой Как вам Сказать Из фанеры Короче Из фанеры Сделано Проставочное Проставочный Прямоугольник Под магнитолу Сверху Завалено Все Стеклошпатом И покрашено В черный Подлаг Глянцевый Ну черный Глянцевый Получился Вот такая Магнитола Из минусов То что Если будете Устанавливать То нужен Обязательно Подъем От подстаканников То есть Подстаканники Заканчивались Вот здесь А нужен Подъем Около 2-3 Сантиметров Ну лучше 3 сантиметра Подъем Здесь он В виде Гробика Сделан Реально Гробик Здесь нужен Подъем Так как Там Установлен Блок Не знаю Блок АБС Или блок Подушек Какой-то Короче ЭБУ Установлен Туда И поэтому Магнитол С таким Минимальным Подъемом Только-только Встает В принципе Можно и Выше Если у вас Есть возможность Можете И целиком Магнитолу Поставить Но она у вас Будет Где-то Вот на таком Уровне То есть Еще наращивать На сантиметров 6 Еще выше Но так В принципе Покрашено Неплохо За покраску И Ну за подготовку И покраску Детали Взяли Около 2000 Я считаю Неплохо И Вообще Я бы Вот в такой Цвет Черный Глянцевый Закатал Бо всю Панель И получилось Бы Намного Интереснее Чем Предыдущий Хозяин Сделал Ну Пре-пре-пре Идущий Хозяин Сделал Красный Карбончик Здесь Здесь Не знаю Почему Красный Так Ну и Что еще Сказать А ну И по управлению На автомате Например Ручку дергать Не на Поэтому Рука Постоянно Находится Находится Вот здесь Вот через Подлокотник И Получается Как на БМВ На Джойстике Управляется Единственное Что первое время Путаешь Где вперед Песня Где назад То есть Получается Здесь вперед А здесь назад Путаешься И нажимаешь Иногда Вот сюда Ну Со временем Это проходит Так По магнитоле Все По настройкам Чуть позже Покажу Также Можно было Ее убрать В подлокотник В принципе Есть такой вариант Убрать Тут Очень глубокий Подлокотник Можно Разместить Ее туда И через Джек Можно было Подключить Ее к штатной Магнитоле И в принципе Не было бы Вот этой Магнитолы Здесь Это был Второй вариант Но все-таки Решили сделать Так что И выглядит И управлять Проще И эту Магнитолу Не трогать Чтобы настройки Всегда Можно было Регулировать Под рукой Усилители Имеют Регуляторы И эти Регуляторы Перемещены Вот сюда То есть Здесь Пепельница И монетница По моему Очень много Пластика Ну почти Весь пластик Выпилил Чтобы запихнуть Их сюда Ураловский Светит И в принципе Они влезли Стоят Ну немножко Наискосок Стоят Вот сюда Уместились У нас получается Два регулятора Регулятор на фронт И регулятор на Сабовое звено И при необходимости Все это Скрывается Вот так вот Из плюсов Все усилители На фронт И на Басовое звено Имеют Лампочки Клипа Что говорит нам О том Когда начинается Клип Очень удобно Самое Сладкое Это Сабовое звено А сабовое звено У нас Это Прайд Лютое Сабовое звено А именно Это Прайд HP 12 Отличные Сабы Такие же Такие моторы Я бы даже сказал Как Не по Трехдюймовую Катушку А Некоторые По четырехдюймовую Катушку Такие моторы Делают Короб Примерно На 120 литров Труба 52 сантиметра Короб Полностью Промазан Внутри Полиэфирной Смолой Закреплены Шпильки Если видно Две вдоль И одна Поперек Или Да Одна Поперек Ну Получается Рез С данной Системы 148 Плюс Ну там 148 С копейками Зависит от погоды Если жаркая погода Ровно 148 Результат На 31 герц Ну такие вот малыши Сейчас перейдем в багажник И покажу чем эти малыши качаются И чуть позже послушаем Как они играют Посмотрим Как они играют Ну вот переместились в багажник В багажнике у нас Находятся Три Урал Патриот 3000 Подключены мостом Каждый усилитель Играет в 0,8 Ом Так Шпильки у короба Я думаю Вот видно выход Одной шпильки Вот вторая шпилька И Ну здесь не видно будет Здесь установлены предохранители Два предохранителя на усилителе Подключены 50 Десятками Ну и в принципе И замощены Думаю Все видно Так Также здесь установлен фальшпол И под фальшполом Сейчас в машине Объясню Что стоит Весь багажник Проклеен Шумоизоляцией Альфар Два миллиметра Два слоя И крышка И все В багажнике Разместился фальшпол В фальшполу У нас находятся Два Два усилителя Это Момо 2.5 На Среднечастотнике На Прайт Соло Мини И Магнум Мам 4.150 Двумя мостами На твиттера Получается 450 Да И три секции Лежа Лежа Три секции По 40 ампер Литий детонат Фотографии прикреплю В принципе Увидите Размеры Снимал не сам Нашел на драйве Размеры Этого Фальшпол Кто-то делал Под инструменты Вот я взял Оттуда размеры Выбилили Фальшпол В принципе И ну Как видели Подъем Фальшпола Где-то 10 сантиметров 100 миллиметров Высота короба Примерно Ну считайте Саб Высота короба 32 примерно Полный размер Точно не помню Не Точные размеры Не скажу Фотографии Прикреплю Может Кто-то увидит Кому интересно В принципе По аудиосистеме Все Можно перейти К прослушиванию Аудиосистемы Ну и Басуха Конечно Басуха Сейчас повалим Немножко Поломаем тачку Поехали Ну что Давайте Послушаем Фронтуху Так Давайте Перейдем К настройкам Покажу Как все настроено Сразу скажу Все настройки На усилителях Выкручены Во флэт Все крутится Только с магнитолы На усилителях Все в максимум Гейны в максимум Так Кроссовер Высокие частоты У нас От 8К Четвертым порядком Ну классика Так Среднечастотники У нас От 160 Обычно Вторым порядком Но Сейчас Сделаем От 125 Четвертым Так И сверху Играют До 10 Четвертым порядком Так они Получаются Играют Посочнее Сабвуфер 63.24 Ну 63 До 63 Четвертым порядком Но именно МТшки Ой Я HPшки говорил Да Это МТшки МТ12 Вот МТ12 Можно резать Получается До 50 В принципе Они выше не играют Почему-то Не знаю почему Но 60-300 Играют Пусть будет Так Ну в принципе Все Так По допам Тон компенсация Средних частот Сделана СЛА В максимум Так И эквалайзер У нас Естественно Не стал Свой настраивать И так В принципе Играют Сочно Так Трек У нас Ну может Кто знает Мишу Эмдек Вот оттуда Трек взят Чтоб не париться Чтобы сейчас Не париться Не искать Трек С авторскими правами Включу его То есть уже включил Ну давайте Накручиваем Примерно На 38 На 40 Даже можно На 40 Сделаем сейчас И поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так Нашел лютый трек Из старого Сейчас Покажу Что за трек Так Вот первый трек In Hell Бентли Грей Что-то там Ноу диск Ноу диск Так И немножко Сделаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе Может От 120 Такое ставить Ну и давайте По жести Так Крессовер Сделаем От 100 Вроде Заявка у них От 100 Так Делаем От 100 Саб Выключаем Полностью Чтоб не говорили Что Басуха Долбила Так Крессовер Саб Выключаем Громкость Убавляем Пока И поехали Вот еще один Интересный трек Сейчас включу Настройки Те же Те же Что Самое интересное Это Басуха Давайте Послушаем Навалим Басухи Леша Джей Раскачают Все Раскачают Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...